МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Наш День. В студии Анна Гладарь. Сегодня у нас такие новости. В память о павших воинах на Сахалине отметили день окончания Второй мировой войны. В Москве не отмечают. Там бывают, но такого яркого праздника не было. Здесь я почувствовал, что это вот великий наш праздник нашей всей России. Окончание Второй мировой войны. Первый раз в первый класс за школьной партой впервые в жизни сели почти 3000 юных жителей Южно-Сахалинска. Давайте простимся светло. Кинофестиваль «Край света» подвел итоги. Гран-при завоевала датско-иранская история на тему мигрантов. Режиссер раскрыл ее с совершенно неожиданной стороны. Лучшая картина гран-при жюри Милана Лави, фильм «Соблазнитель». Все прохладно в лесу, где она ожидает. Большая нефть Сахалина. Выставочный зал с макетами буровых и вышек открылся в Краеведческом музее Ахи. У нас нет своего экспозиционера, и мы все делали сами. Так как наше поколение не любит читать, мы решили выпускать не только газету, но еще и видеоновости. Амбиции серьезные – делать актуальные и современные новости для сверстников. В Невельске появился школьный пресс-центр. Пока юные журналисты постигают азы профессии. Единственный в России парад в честь окончания Второй мировой войны. Сахалин отметил 2 сентября. Сами ветераны называют этот день не менее важным, чем 9 мая. И ради такого праздника готовы лететь на острова даже с другого края страны. Это их праздник. На площади славы, на трибунах почета понемногу собираются ветераны. Для них это прежде всего место встреч. Иногда долгожданных. Некоторые не были на островной родине десятилетиями. Александра Литвинцева мобилизовали в отряд добровольцев в девятом классе школы. Вместе с несколькими десятками сверстников он участвовал в подготовке оборонительных сооружений на случай возможного японского десанта в Александровске-Сахалинском. После окончания войны уехал в Москву. В Москве не отмечаются. Там бывают, но такого яркого праздника не было. Здесь я почувствовал, что это вот великий наш праздник нашей всей России. Окончание Второй мировой войны. И вот сейчас я среди таких заслуженных ветеранов войны присутствую на этом празднике. Я счастлив. Сегодняшний праздник не чужд молодежи. Среди волонтеров серьезная конкуренция за право и честь работать с ветеранами. Они не просто готовы в любой момент подставить плечо помощи, но и много общаются. Своей задачей ребята видят сохранение памяти о воинском подвиге. Сахалинцам принадлежит инициатива создания ленты «Дальневосточная победа». И сейчас общественники работают над тем, чтобы этот оранжево-бело-красный символ ушел и на материк. 9 мая все же закончилась лишь часть той огромной страшной войны, в которой были задействованы все страны. И потом все те же люди, которые дошли до Берлина, потом направились на дальневосточные рубежи. И уверен, что об этих событиях должны помнить все и каждый, повсеместно на территории всей страны. На площади маршируют военные, правоохранители, кадеты и юные представители патриотических объединений. Все они отдают дань памяти павшим. В боях за острова погибли более 2000 советских солдат и офицеров. Многие из тех, кто пережил войну, остались поднимать Сахалины Курилы. И это подвиг не меньших масштабов. Мы продолжаем начать вами дело. Реализуем крупные инвестиционные проекты в энергетике, в сельском хозяйстве, в спорте, в туризме. Строим жилье, в социальные объекты. Благоустраиваем наши города и поселки. Помним, что сила нашего народа в единстве и сплоченности. В завершении парада массовое возложение цветов. Красные гвоздики и венки у памятника оставили не только военные и представители органов власти. Присоединились все желающие. Пришли и организованные группы общественных объединений, и просто жители. Праздник продолжился вечером на Площади Победы. Жителей и гостей города ждал концерт оркестра войск Росгвардии и фейерверк. А в субботу в Южно-Сахалинске на торжественные линейки пришли десятки тысяч человек. Родители и школьники отметили 1 сентября. День выдался ветреный, но солнечный, так что многие школы праздник принесли на улицу. В эту субботу практически весь Южно-Сахалинск встал пораньше, чтобы отвезти своих маленьких или уже совсем взрослых детей в школу. 1 сентября Россия отмечает День знаний. Почти три тысячи малышей сегодня сели за партой впервые. А вообще южно-сахалинские школы приняли в этом году более 25 тысяч учеников. Линейки на улице и в спортивном зале, знакомые с детства песни, театральные сценки от старших школьников, широко распахнутые глаза первоклассников и непроизвольные слезы родителей. Даже если вчера они были уверены, что ни за что не расплачутся, то сегодня они попрощались с этой иллюзией. Мы волнуемся и уверим, что все будет хорошо. Ариш, как зовут учительницу? Оксана Александровна. Очень хороший педагог. Первые впечатления хорошие произвели. Только вперед за новыми знаниями. Я от всей души поздравляю и учеников, и родителей, и, безусловно, учителей с этим прекрасным днем. Этот праздник, он объединяет и детей, и взрослых. В Восточной гимназии новобранцев ждет особенный багаж знаний. Кроме обязательных предметов, ребята здесь могут изучать азиатские языки – корейский, японский или китайский. Поэтому выпускники этого учебного заведения, как правило, успешно поступают на лингвистические факультеты. Мы все, как семья, тут можем подойти обнять учителя. Вторая семья, второй дом. А вот учеников Восточного лицея педагоги и гости сегодня встречали на особой спортивной линейке. У школы появился новый современный зал, который лицеисты будут делить с ребятами из 11-й школы. Более того, здесь достаточно места и ресурсов, чтобы открыть профильные спортивные секции. Первое сентября в этом году выпало на выходной день. Поэтому дети всего лишь дарили цветы и принимали поздравления от родителей и учителей. И после торжеств отправились отдыхать. По будничному расписанию южно-сахалинские школьники начали заниматься в понедельник. Перенесемся на север острова. В Ахе первый звонок прозвучал для 800 учеников одной из старейших в области школ. Гостем торжественной линейки стал Олег Кожемяков. В своих поздравлениях губернатор отметил, в ближайшие годы вторая смена уйдет в прошлое. Сегодня идет строительство восьми новых школ и дополнительных корпусов в Южно-Сахалинске, Долинске и Корсакове. Небольшое учебное заведение откроется и в селе Тунго Рахинского района. Уже с 2019 года мы будем рассматривать проекты новых школ, новых не только в части конструктива здания, а новых по формату образования, с тем, чтобы дети приходили уже в школу 21 века. Сейчас мы работаем над этими проектами и, безусловно, на обсуждение школьников, на обсуждение родителей мы такие проекты предоставим. Дорогу молодым. В Невельской школе номер 3 заработал пресс-центр. У юных журналистов большие амбиции. Пока не готов даже первый выпуск видеоновостей, но ребята уже собираются работать наравне с более опытными коллегами. Шефство над кружком взяли Невельские новости. 1 сентября всегда оставляет след в семейных архивах. Родители торжественной линейки до зубов вооружились фото- и видеотехникой. Среди всех этих камер найти особую съемочную группу непросто. Ученики 3-й Невельской школы решили сами делать новости. Считают, никто лучше них не сможет рассказать о жизни за партой. Первый звонок – их журналистский дебют. Влад, почему тебя выбрали ведущим? Ну, я думаю, потому что я буду достаточно активный в 9 классе. А второе, потому что я не боюсь публики. Вот и одно из первых интервью. Над созданием новостей работают трое юных журналистов. Они же и начинающие видеооператоры. Мы работали над газетой сначала. Выпустили первую газету. Вот, это прям, ну, было очень интересно. Это такой прям творческий процесс. Мне было настолько интересно. Меня это прям втянуло. Изначально у нас была задумка выпускать школьную газету. Но так как наше поколение не любит читать, мы решили выпускать не только газету, но еще и видео новости. Во главе творческой группы двое педагогов. Они говорят так – журналистика – это свобода и особый образ мышления, благодаря которому может появиться и школьное самоуправление. Как метод, как содержание вот этой работы мы определили то, что нужно создать как некий информационный центр в нашей школе. И тем самым будет и освещение наших школьных мероприятий, районных мероприятий, конкурсного движения наших учащихся. У школьного пресс-центра большие амбиции. И все понимают – в одиночку достичь серьезных высот не удастся. Нужна помощь. Коллективу удалось привлечь внимание опытных коллег по цеху. У нас достигнута устная договоренность с директором Невельских новостей. Мы планируем с ними проводить совместные репортажи. Вообще у нас в планах большой хороший фильм снять про Невельск, типа рекламного ролика. Творческому коллективу удалось найти и финансовую поддержку. Они презентовали свой проект региональному фонду «Родные острова». И выиграли грант. Благодаря этим средствам в распоряжении юных журналистов теперь есть ноутбук, современный цветной принтер, видео и фотокамера. А самое главное – средство вещания. Большой телевизор, который будет транслировать новости в школьных коридорах. Осталось дождаться установки лицензионной программы для видеомонтажа. И работа над первым выпуском перейдет к финальной стадии. Семь дней большого кино позади. Восьмой кинофестиваль «Край света» объявлен закрытым. Участники вновь вышли на красную ковровую дорожку. На этот раз уже за наградами. Фестиваль «Край света» ежегодно – одно из самых ожидаемых событий на островах. Целую неделю город бурлит. Это сотни показов, бесчисленное множество творческих встреч, на которых можно пообщаться с авторами или героями увиденных картин. Судя по вопросам и ответам, очень умный, внимательный, нежный зритель. Очень тонко чувствующий. Была невероятно сильная программа вне конкурсных фильмов. Я очень надеюсь, что на самом деле такой выбор даже в Москве сложно найти. Моя эксия была и в Москве, и в Казани, участвовала в кинофестивалях. И, конечно, мне всегда здесь очень нравилось приезжать. Все здесь замечательно. Этот фестиваль – не исключение. Мне удалось завести множество новых друзей, за что я очень благодарна. И, в общем, опыт был крайне позитивный. Увы, но все хорошее подходит к концу. Этот вечер дарит радость, но пополам с грустью. Генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Гранович объявляет о начале церемонии закрытия. Это край как место, и свет как свет. Как то, зачем человек, к чему человек всегда стремится. Вот этот остров, этот город – это, безусловно, край света. И я хочу поблагодарить вас за свет вашего края. В основной программе – 9 фильмов из 15 стран. Специальным призом жюри отметила картину «Груз». Лучшая женская роль досталась актрисе Нате Мурванидзе за роль в фильме «Страшная мать». Лучшая мужская роль – Куандыка Дюсенбаева в «Ласковом безразличии мира». Отмеченный специальным дипломом кинотавра фильм «Война Анны» и здесь назвали лучшей режиссерской работой. О следующем победителе, собравшемся на церемонии, объявил Данила Козловский. Итак, победителем в номинации «Придцовских симпатий» 8-го международного кинофестиваля «Край света» становится фильм «История одного назначения». Кинофестиваль развивает и сахалинское кино. Шесть проектов островных режиссеров рекомендованы на губернаторскую поддержку. Открыт путь и для совсем юных кинематографистов. Две работы анимационной мастерской отправят на детский фестиваль в Берлин. «В рамках кинофестиваля нашлось место для ребят, для школьников. И мы это очень ценим. И, естественно, все проростки творческие, которые обнаружены экспертами творческими, мы будем поддерживать». Гран-при 8-го Сахалинского международного фестиваля получила лента «Соблазнитель» режиссера Муллади Аламин. Жюри признаются, разногласий не было. Для вынесения вердикта они примерили роли простых зрителей. И во многом руководствовались именно эмоциями. Таким был фестиваль. И пускай он закончился, его свет остается. В минувшие выходные в Ахе отпраздновали 90-летие со дня старта промышленной добычи нефти. Торжественное мероприятие состоялось в районном Дворце культуры. На юбилей пригласили ветеранов отрасли. Многие из них около 20 лет назад покинули остров и сегодня вспоминают молодость. Владимир Белов в прошлом главный маркшейдер Сахалинворнефтегаза. Начинал я работать в Сахалинской георазведочной экспедиции топографом. Ну а топография, геодезия и маркшейдерское дело – это, как говорится, три в одном. Это родственные такие профессии. И с 1977 года я уже работал в аппарате объединения «Сахалиннефть» и именно по своей специальности маркшейдерского дела. С праздником нефтяников поздравил губернатор. За 90 лет Сахалинворнефтегаз добыл в регионе почти 135 миллионов кубометров нефти и более 70 миллиардов кубометров газа. Одна юбилейная дата совпала с другой. В субботу жители района отпраздновали еще и 80-летие Ахи. Легкоатлетическим забегом, парадом невесты, мастер-классами по прикладному творчеству. Ближе к вечеру началась музыкальная программа с выступлением звезд российской эстрады. Яркие впечатления. Все прекрасно. Организаторам большое спасибо. Отличный у нас. У нас отличный город. Я люблю свой город. И всем желаю тоже его любить. Надо ждать салюта. Салют еще красивее. Солнце, слава богу, погода хорошая. Ахинцы радуются. Мне очень нравится. Прекрасно. Видел, как все выселяют шар. Видел шахную вату, швук кормом. Слушаем музыку, отдыхаем. Пуцевать не тянет? Нет. Косточки старенькие. Пускай в нашем городе всегда будет интересно, красочно, красиво. И дай бог всем здоровья, благополучия и семейного счастья. Во время праздничных мероприятий в Ахинском краеведческом музее открылся новый выставочный зал «Большая нефть Сахалина» с макетами вышек, буровых и мультимедийными материалами о людях, которые первыми когда-то шагнули в углеводородную эру. С экспозицией познакомимся в ближайшие минуты. Для жителей Ахинского района это событие. Сотрудники музея говорят, за последний год изменения произошли значительные. Выставочные залы постепенно ремонтируются, привлекая все больше и больше посетителей. В одном из них сегодня и проходит презентация нового проекта. Главными гостями стали, конечно же, ветераны нефтяной отрасли. Спустя долгие годы вернувшиеся на Сахалин, чтобы отметить юбилейную дату. Великая Сахалинская школа профессиональной подготовки позволила мне впоследствии и на материке руководить очень большими коллективами, до 50 тысяч человек. Там была и добыча нефти, и переработка, и строительство. Красная лента перерезана, и секретов больше нет. Почетные гости первыми совершают увлекательное путешествие. Авторы экспозиции старались как можно более полно отразить историю освоения островных месторождений. Здесь можно прочитать о людях, которые поднимали отрасль, о успехах и неудачах множестве экспедиций. С конца 19 века было предпринято немало попыток проникнуть в кладовые острова. Сотрудникам музея удалось воссоздать даже кабинет первых руководителей треста «Сахалиннефть». Велись несколько лет поиски различных предметов. Это этажерка деревянная. Сегодня, скажем, молодые люди, наверное, уже не видели таких этажерок. Это стол вот такой под зеленым суктом. Сотрудники музея не исключают экспозиция. Возможно, будет дополнена. Немало интересных деталей всплывает уже во время открытия. Евгений Терпугов приехал на «Сахалин» в 76-м. Начинал карьеру в Тунгорском управлении буровых работ. Завершил в должности заместителя руководителя федерального агентства по энергетике. Сейчас на пенсии. В его памяти всплыл один любопытнейший указ Сталина. О образовании сахалинбурнефтегаза. Треста «Сахалиннефть». Но здесь почему-то я его не вижу. Мне кажется, где-то он должен быть. Он должен быть в архиве сахалинбурнефтегаза. Очень интересный указ. И там было написано «Выделить для создания треста «Сахалиннефть» два ящика гвоздей». Новый зал в музее появился при финансовой поддержке консорциума «Сахалин-1» компании «Роснефть» и «Эксоннефтегаз Лимитед». Впрочем, помощь ограничилась не только деньгами. С сотрудниками музея у нефтяников уже давно сложились партнерские отношения. Они вместе обсуждают проблемы и стараются их решить. Так и родилась идея о создании экспозиции «Большая нефть Сахалина». Когда работникам музея нужна какая-то была помощь в поисках информации или в решении технических вопросов, или какие-то вопросы дизайна, мы участвовали во всем. Нам было все очень интересно. Мне вот нравится современность, интерактивность и информация о именно нынешнем дне нефтегазовой отрасли в Ахинском районе. Теперь в Ахинском музее можно прогуляться и по палубе корабля. Еще одна новая экспозиция посвящена истории открытия и исследования Сахалина. Здесь юные посетители выстраиваются в очередь, чтобы покрутить штурвал, ударить в рынду и посмотреть в иллюминатор. Но главную ценность представляет швейцарская пушка 1861 года выпуска. Такими вооружали корабли Российской империи. Эксперты установили, орудие и сейчас находится в рабочем состоянии. Эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». В Александровске-Сахалинском в ДТП погиб мотоциклист. Это произошло на улице Первомайской. 56-летний сахалинец, управляя отечественным мотоциклом, наехал на насыпь из шлака. Не справившись с управлением, он перевернулся. Травмы оказались смертельными. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В Ахе местные сыщики приступили к расследованию тяжкого преступления. Накануне, при неизвестных обстоятельствах, погиб 41-летний местный житель. По данному факту, следственным отделом по городу Аха возбуждено уголовное дело по признанным составом преступления, предусмотрено в части 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Установлено, что мужчина выпал из своей квартиры, расположенной на 4 этаже, в доме номер 2Б по улице Советской. Уже позже выяснится, что мужчина еще до падения с 4 этажа получил несколько колторизанных ранений грудной клетки. Кто их нанес, неизвестно. Дверь к квартиру погибшего была закрыта изнутри. В Хомском районе местные жители запечатлели на фото и видео перекрытое устье реки Костромы. Как сообщают люди, здесь ведется варварский вылов, идущий на нерест рыбы. А весь улов рыбаки вывозят по ночам грузовиками. Как удалось выяснить журналистам портала stv.ru, на этом участке работают сотрудники рыбного завода «Павина». С их слов, это полностью легальный временный пункт забора икры. А сеть не является РУЗом. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, тем не менее, решили проверить их деятельность. В район выехали сотрудники полиции и Росрыболовства. Углегорская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего 31-летнего Олега Александровича Шереметинского. 18 августа он ушел с работы в областном центре, и до настоящего времени о его судьбе ничего не известно. На связь он не выходит, телефон недоступен. Приметы. Рост около 185 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет темная длинная куртка с капюшоном, светлые спортивные штаны. Всех, кто видел этого человека или знает, где он находится в данный момент, просят позвонить по телефону, указанному на экране. Морской гребешок с соусом из артишоков. Своими кулинарными изысканиями с островными коллегами делятся лучшие кулинары страны. Мастер-классы проходят на фестивале поварского искусства «Остров рыба». Бренд-шеф Сергей Лобачев приезжает на фестиваль «Остров рыба» в третий раз. Техника работы с артишоками для островитян – новая задача. На сахалинской земле такого рода овощ редко можно встретить, а в сочетании с дарами моря практически невозможно. Поэтому посмотреть и попробовать сахалинский гребешок с пюре из артишоков собрался полный зал. Когда вы чистите артишоки и вырезаете форму из него, то отстаять их от листочков обязательно нужна кастрюля большая с лимоном и водой. И постоянно нужно их там честь, чтобы они не темнели. В рамках фестиваля островитяне могут не только увидеть и попробовать изысканные и необычные блюда, но и познакомиться с новыми техниками приготовления. Я буду показывать работу с азотом, она достаточно уже известная. Также буду работать с газом, структурировать продукцию с помощью газа. И буду показывать, как из елки можно сделать масло, чтобы оно не горчило. Два дня мастер-классов от лучших поваров России и Сахалинской области – основная деловая программа гастрономического фестиваля. «Остров рыба» проходит на Сахалине в четвертый раз. Это прекрасная возможность для участников поделиться опытом друг с другом, а кроме того, удивить местных жителей кулинарными изысками. Таких мест, как Южный Сахалинск, мало в России. Поэтому те дары, которые с трудом достающиеся, но все-таки дары моря, они бесценны здесь. И чем больше людей будет знакомо с ним, с этими дарами, тем, конечно, интереснее, приятнее. Конечно же, эти мастер-классы, которые сегодня будут показаны, они, безусловно, очень назначены и нужны. По той простой причине, что Южный Сахалинск претендует на статус такого туристического города. И вы знаете, что мы очень много делаем, стараемся, чтобы город был более комфортным, более гостеприимным. И, безусловно, вопрос, связанный с потреблением еды, с потреблением вкусной еды, с культурой потребления пищи, он очень важен. Еще во вторник у всех желающих есть возможность посетить гастрономические уроки. Ну а 9 сентября жители и гостей острова ждет большой кулинарный праздник «Остров рыба» на площади Ленина. В рамках Дня города подготовлена большая развлекательная программа – рыбный маркет и море вкусных сюрпризов. Правда, что это за сюрпризы, гости фестиваля узнают только на месте. Сахалинские кадеты за безопасность. Они присоединились ко всероссийскому открытому уроку ОБЖ на площади Славы. Правда, об учебе речи не шло. 600 ребят поучаствовали в торжественном собрании, на котором свои награды получили серебряные призеры межрегиональных соревнований школы безопасности. Сахалинская команда из 8 человек вошла в тройку лучших по Дальнему Востоку. После торжественного построения ребята продемонстрировали старшим товарищам из МЧС свои навыки. На манекенах отработали приемы первой помощи. У нас есть такой предмет, как ОБЖ, то есть основа безопасности жизнедеятельности. Я слышала, что такой предмет не часто распространен. А ведь это важный предмет, он пригодится в жизни. Если кто-то поранился, можно по знаниям перевязать ему рану, дезинфицировать. Многие на перспективу, значит, собираются поступать в высшие военные заведения, либо по профилю МЧС, либо куда-нибудь в структуры. Ну, то есть, как бы, толчок есть. Есть от чего отталкиваться. Ну, в принципе, детям очень нравится. На этом все. Больше новостей найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok